Итак, братва, всем привет! Сегодня фары от Альмеры. Это кузов, по-моему, N16. Так, у кого Альмера, тот знает. Кто не знает, объясню. Здесь жестко выгорают отражатели данных фар. То есть, в данном случае, сейчас разберем... Ну, покажу, как разобрать фару, разберем. И установим сюда новые линзы. Это Koyta Q5 реплика, галогеновые. Дабы не нарушать закон. Ну, в принципе, в те линзы... В Q5 можно поставить и светодиодные фары, ой, светодиодные лампочки, и галогеновые, и ксенон. При возможности. В ксеноновые линзы вы не поставите ничего, кроме ксенона. А в диодные линзы вы вообще ничего не поставите, потому что там уже диод встроенный. Так, ну давайте сейчас перемещу немножко камеру и примерно процесс сниму, как разбирать фару. Так, для разбора фары вот данного типа можно использовать духовку. Ни разу не пробовал, не советую. Потом использовать нагрев через коробку. То есть, в любом случае, для разбора фар нам понадобится строительный фен. Обязательно строительный. Домашний фен не поможет. Так, отвертка для разбора, либо набор для разбора пластика автомобильного. В данном случае отвертка уже пойдет. Я уже одну фару разобрал. Так, либо просто нагрев по кантику и разбор здесь идет склейка с помощью битума. Ну, что-то типа битума. То есть, нам нужно нагреть этот битум по кантику и разобрать фару. Так, G7 у нас получается. Я уже одну разобрал. Там было крепление вот это сломано. Ой, G7, что я вру-то. G, блин, N16. Альмера N16. Вот это крепление было сломано. На данных моделях оно нужно... Ну, короче, чтобы снять фару нужно снимать бампер и владельцы ломают это крепление. Так, ну давайте, поехали. Разберем фару, посмотрим, что у нас с отражателем. Почему перестал гореть ближний свет. То есть, он горит, как габариты. Ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Так. Блин. Блин. Так. Отщелкнули. И достаем саму нашу фару. Так. На фаре видно, что немножко подгорел дальний свет. Видно, пропал хром немножко. Но он стал не то, что пропал, он стал матовым. А так, в принципе, дальний свет у кого дело. Так. Далее. Достаем линзу. У нас она, линза крепится к отражателю. И через планочку, через переходную планочку крепится у нас к самой этой форме. Так. Самое простое это у нас открутить тогда саму планку. Откручиваем саму планку. И сейчас целиком извлекем всю линзу. Держится на четырех саморезах. Так. Извлекаем. Эта планка нам больше не нужна пока. Так. И вот же виновник нашего разбора. Это линза ближнего света. Видно, что вот здесь сильно оплавилась. То есть сильный нагрев был. И линза деформировалась. Хотя. Хотя отражатель у нас по-моему металлический. Хотя нет, он пластиковый. Да, отражатель у нас пластиковый. Просто звук вот этой. Так. Ладно. Сейчас снимаем линзу. Держится на трех саморезах. Держится на трех саморезах. Так, снимаем линзу, снимаем переходную планку и видим вот такой вот отражатель, он даже треснул. Думаю, наглядно видно, почему фары на Альмере перестали светить, потому что здесь просто нету отражения вообще никакого. Так, по излечению это замена линз, конечно, это самый простой и самый правильный вариант. И другие варианты это покрывают хромом отражатель кто-то, потом покрывают здесь отражатель фольгой. Ну, короче, у нас смысл тот, чтобы создать внутри отражение. У меня была, конечно, мысля попробовать внутреннюю часть отражателя выложить битым стеклом, ой, битым зеркалом, то есть приклеить зеркало вот так вот по кантику и создать здесь в виде зеркала стекло. Я, может быть, это попробую, не знаю, как это будет работать, возможно, зеркало треснет, но хотя оно и так будет все разбито. Как вариант можно попробовать. Насчет фольги, фольга работает, но недолго. И все эти хромирования тоже не особо... Ну, короче, металлизировать, покрыть хромом данные отражатели будут стоить так же, как купить вот те же самые койта, которые я буду ставить в эти фары. Я думаю, это будет примерно равноценно, так что не вижу смысла заниматься порнографией и купить нормальные линзы поставить. Так, по линзе. Ну, здесь линза, кстати, более-менее на той фаре вообще была мутная, но там и отражатель был другой, там вообще был черный полностью. Здесь еще вроде около дела. Так, вот наша планка, переходная, так скажем. Сейчас покажу новые линзы. Ну, беру фары, покажу новые линзы и как примерно буду их ставить. Так, вот наша реплика. Хоть и написано Big Sinon, но это галоген. Так, это фирма у нас... Синолин, то есть это копия какой-то Q5. Копия или реплика, кому как нравится. Неплохие линзы. Приведущее видео, наверное, обзор был. Или может не предыдущее. В конце ролика оставлю обзор на них. Ну, в принципе, вы уже их увидите. Так, трехдюймовые линзы. До этого здесь, получается, стояли 2,5 дюйма. То есть эти линзы больше. Световой поток больше. Отражатель, отражатель больше. Так, ну, не буду пока их сильно распаковывать. Немножко подкрепление только. Освобожу место, чтобы сильно не портить. Здесь имеется у нас Bigel Agent. То есть здесь у нас находится шторка. То есть в данных фарах у нас будет реализовано 2 дальних света. Так, фара у нас, получается, идет вот так вот. Соответственно, линза будет у нас шторкой вниз. Установлена данным способом. Так, для того, чтобы закрепить линзу, вариантов у нас, в принципе, немного. Первый вариант, это доработать данный переходник. В данном случае здесь у нас шторка, ой, этот отражатель заклепан к линзе. То есть его нельзя разобрать, как в том случае, на саморезах он. Так что придется колхозить. Но я уже вторую фару сделал, уже все, в принципе, собрал, проверил. Ну, фару не собрал, в смысле, ну, примерно накинул, все проверил. Система работает, линза стоит на месте хорошо. Я думаю, это подойдет для всех линз, которые сюда войдет. Ну, вот, какой-то встает сюда идеально. Вот, устанавливаем ее вот так вот. Ну, все, в принципе, как родная. Немножко шатается. Вот, по нижней полке. Центровку смотрим сзади. Центровка у нас идеальная. То есть фара будет, линза будет установлена таким способом. Так, как я поступил? Как я поступил в случае с той фарой, с предыдущей? Сейчас я покажу. Я просто взял вот эту шторку. Так, где у нас крепление? Вот у нас идут места крепления. Четыре самореза. Вот шторка так одевается. Вот она одевается. И я, получается, использовал только вот эти места. Просто ножницами по металлу их откусил. Вставил линзу. И поверх нее прикрутил эти переносы. Ну, в виде... В виде держателя они у меня используются. В принципе, можно взять какие-нибудь мебельные. Или что-то из крепежа взять. Но, когда ничего нету под рукой, можно, в принципе, и так закрепить. Ничего страшного, я в этом не вижу. Линза стоит мертвой, никуда не денется. Так, даже можно сохранить вот эти штучки. Я до этого их убирал. Сейчас я их сохраню. Так, сейчас ножницами откусываем нужные нам места. И закрепляем линзу. Ну что, братва. Сразу вонгую, кто-то скажет. Блядь, колхоз, пиздец. Я не говорю, что это правильно. Я говорю, что это просто. И не надо заморачиваться. Я... У меня была мысль. Болгарочки аккуратно вырезать под нее проставку. Но остается для того, чтобы неразборную линзу поставить вот сюда вот. В эту шторку. Ну, через нее продеть. Тут надо просто выпилить. Вот такой кусок надо выпилить, чтобы ее продеть. То есть, в любом случае, мне бы эту рамку не использовать было бы. Если хотите переходную рамку, никаких проблем нету. Снимайте чертеж с линзы. Снимайте чертеж и отверстия с переходной рамки. И заказывайте где-нибудь. Ну, или делайте сами. В данном случае я поступил лайфхаком. Лайфхаком. То есть, я откусил места отверстий. Прикрутил. И я лонгую, что эта линза никогда в жизни никуда не денется отсюда. И она подошла идеально. То есть, линза встала четко в свое место. Четко, ровно. Как штатная. Ну, единственное, что она прикручена вот так. Только это никогда никто нигде не увидит. И держится она очень крепко. То есть, она даже не болтается, как штатная. Штатная, прошу заметить, болталась немного. Все. Такая вот установка данных линз. Q5. Светят шикарно. Два дальних света теперь в машине будет. Ну и все. Ссылочку на линзу оставлю в описании. Как видите, идеально подходит на Альмеру. Как я сказал, N16, по-моему. Встает в цоколь идеально. В фаре будет тоже идеально. Так, где у нас маска? Вот маска. Так. Сейчас прикинем. Ну, все это дело примерно вот так у нас будет стоять. Ближний, дальний. То есть, линза получается тока-тока в отражатель. Ну, в смысле, в маску вот в эту входит. Ну, как-то так. По сборке могу сказать, что все помыть, если фара грязная. Вообще все помыть. Отражатели сильно не тереть, не трогать. Лучше вообще, если вы не оставили никаких жирных пятен, лучше больше не трогать. Линзы тоже не трогать, ничего не трогать. Так. Сейчас на этой покажу. Просто, если вы будете жирными руками, ну, вообще руками трогать линзу и потом установите, у вас в фаре, не знаю, сфокусируется, нет. У вас в фаре останутся вот такие вот жирные пятна на линзе, на отражателях. И убрать это сможете только разобрав по новой. А так это будет очень неприятно выглядеть. Такие дела. Так, фары соберу. Хозяин поставит. В принципе, снимем. Надеюсь, как светят. Ну, а по креплению все. Держится крепко, уверенно. Главное, они встали вообще четко. Кстати, не так уж все и плохо. В принципе, не критично. Отражатели я все снял. Отражатели я мыть не буду. Просто их спиртиком протру. Если будут какие-то следы, если следов не будут, вообще трогать не буду. И не советую никому трогать отражатели. Блин. Так, ну вот, как-то так. Фишку можно снять, но, в принципе, я думаю, она просохнет до установки в автомобиле. Ничего страшного не будет. Будет красивая фара. Обратная сборка такая же процедура, как и сборка. То есть, сейчас нагреваем по кантику и потихонечку-потихонечку сводим фару. Так, здесь я вывел шторку. Хозяин уже сам ее, наверное, подключит. В принципе, ее надо перемотать к дальнему свету. Это минус. И габариты. В принципе, все выведено. Так, ну давайте. В первую очередь нужно завести фару сюда. И дальше уже ее сводить полностью. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще раз повторяю Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот какой-то выглядит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, выглядит нормально в принципе. Теперь два дальних света Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, включаем блок питания Лампочка Не знаю, видно будет, не видно Лампочку взял самую дешевую Вот такую вот Аж 75 ватт Диалуч 100 рублей купил Не знаю, сколько она стоит в магазине Возможно, меня обманули. Галогеновая лампа обычная Так, вот свет Сейчас скажу, какой лайфхак У меня Идет Регулируемый блок питания То есть сейчас на Ближнем свете получается 12 вольт Я могу увеличить до 14 вольт В этом и заключается лайфхак Чем больше напряжение в бортсети Тем лучше будет светить свет И также Обратите внимание на ваши провода Которые подходят к фаре Возможно Либо сечение слишком маленькое Можно увеличить сечение Либо Кинуть новую проводку через реле Прямо от аккумулятора И свет возможно улучшится Так, вот сейчас 12 вольт Я прибавляю до 14 Я думаю разница явна Явно вид на разнице, извиняюсь Еще раз 12 вольт 14 То есть обратите внимание На свою бортсеть Возможно она вам выдает Слишком маленький вольтаж Из-за этого фары могут светить тускнее Так, ладно, будем экспериментировать На 12 вольтах Так И давайте Воспользуемся шторкой Это у нас ближний свет Это у нас дальний свет То есть поднимается шторка И вот такой Вот такой вот у нас дальний свет Ну вот так вот светит фара Не знаю помогло вам не помогло Светит в принципе ярко, достойно Меня лично линзы порадовали Особенно вот так вот Так они светят вообще шикарно Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал До свидания Субтитры сделал DimaTorzok